Меня зовут Саша. Я учу китайский язык. У меня учитель Асия Лаошо. Я выпускница 10 класса, только закончила 10 класс, собираюсь поступать после 11-го в Китай. С городом я еще не определилась, потому что их очень много, и я просто обзорно просмотрела сначала про Китай. Тяжело, но потом, когда уже как бы тот момент, когда тебе уже надо учить, когда ты уже все вот на грани, ты уже выпускник школы, тебе нужно куда-нибудь поехать, то ты уже понимаешь, что это тебе надо, и ты сидишь и учишь это, и ты знаешь, что ты это делаешь только для себя, а не для кого-то. Вообще в китайском языке то, что хорошо, это не от грамматики. Это вообще спасибо большое китайцам, потому что по сравнению с английским языком, мне кажется, что китайский даже легче. Но английский язык, он уже всем как бы привычен, уже все умеют о нем разговаривать, понимать и так далее, и я захотела что-то нового. Получила китайский язык три месяца, получила сертификат об окончании первого уровня, чему я очень сильно рада. Я держала этот сертификат и думала, о боже мой, это вообще мое или не мое. Если честно, если бы мне в детстве сказали, что я, Саша, получу сертификат первого уровня, я вообще об этом в жизни, наверное, не поверила, потому что с детства все-таки вот это вот английский, 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 уже английский до такой степени надоел, что мне захотелось чего-то нового. Первоначально у меня было понятие, что китайский это самый сложный язык, что его просто до ужаса невозможно выучить. Как все об этом говорили, и я тоже в это как бы верила, то что это действительно сложный язык. Но когда ты приступил к изучению этого языка, конечно, по сравнению с английским языком, мне кажется то, что он легче из-за того, что в английском очень много времен. А в китайском там практически вообще нет грамматики, только постановка предложения. 50 на 50, потому что я не до конца еще как бы знаю про этот китайский язык, только начала учить, и мне кажется то, что он вот такой вот легкий, это может быть дальше пойдут сложности какие-то. Вообще, посчитав свои тетрадки, там около 623 иероглифов, но если считать с ключами, которых около 200 штук, то где-то около 700-800 иероглифов я точно знаю. Я на первом уроке посидела, мне как-то было скучно, потому что там девочки, они уже знали о китайском языке хотя бы чуть-чуть, а я сидела как дуб и ничего не знала. И как-то вообще в шоке в таком пространстве была, что где я нахожусь вообще и что это такое. Потом на второй урок пошла, на втором уроке мы уже начали такие самые-самые легкие иероглифы проходить. И мне как-то стало интересно, вот рисование иероглифов это как рисование картин же, говорят, что там каллиграфия и так далее. Ну не знаю, мне показалось это более интересным. А потом, когда я уже начала ходить, когда начали задавать домашние задания, начали тексты, что ты читаешь там, что там, например, нет буквы Р какой-то, как в русском языке или там что-то такое, что это вообще кардинально другой язык, и ты читаешь, и такое ощущение как будто, о, чувствуешь себя полиглотно, что там, ну не каждый человек уже китайский знает, а ты сидишь и думаешь, что ты хотя бы умеешь читать на китайском языке. Конечно, помимо этой компании есть еще много других компаний, но я очень благодарна маме, что она меня повела именно в эту компанию, потому что очень, во-первых, очень вежливый персонал. Во-вторых, учителя предоставляют информацию очень доступно. Если тебе что-то непонятно, они могут объяснить тебе там до последней, чтобы ты запомнил. Да, я желаю, чтобы побольше подростков, побольше людей изучали этот язык, потому что, ну, он нереально классный. Я желаю. Я желаю. Я желаю. Я желаю. Я желаю.